Конструктивная философия Затем формулируются исходные постулаты, на основе которых доказываются необходимые на практике теоремы. Продолжая аналогию, можно говорить не только о невклидовой геометрии, но и о невклидовой философии. Пункт второй. Основной элемент философии познания рассматривается как алгоритм, который имеет начало, последовательные шаги, точки разветвления. В точках разветвления производится выбор дальнейшего пути познания по принципу «да-нет». Но право выбора имеет только разум. Материя, конечно, следует определенным законам, например, законом Ньютона. И хотя это можно рассматривать как начало самосознания, права выбора у материи нет. Пункт третий. Начало алгоритма познания – разделение единого мира на объект познания и субъект познания, например, материю и сознание. Такая операция вносит погрешность, но без нее познание невозможно. Объект и субъект познания независимы, мысль нематериальна, но, конечно, только в рамках антологии. Материи и сознание появляются одновременно, и поэтому вопрос о первичности некорректен. Материю и сознание можно рассматривать как действительную и мнимую составляющую единого комплексного мира. Такой подход объясняет необходимость. Простите, сразу же вопрос. А получается, что материя и сознание даны объективно? Вот здесь у нас не материя, а вот здесь сознание. Это мы разделяем в рамках антологии. В рамках антологии, понятно. В рамках антологии все дано объективно. То есть сознание – это оно объективно. Ну вот как вот здесь у меня материя, вот я вижу, у меня есть мир, он делится на материю и сознание. Ну, конечно, существует. Или как-то иначе. Нет, мир единый, он существует. Он разделяется на материю и сознание. Ну, понятно. То есть материя и сознание как бы дали. Они равнозначны. Да, то есть такой вот совершенно, с самого начала тезис, который резко противоречит всей философской традиции. Ну, может быть, я не спорсим. Если я противоречию, меня нельзя слушать. Можно, можно, можно. Нет, можно. Ну, уточняющие вопросы мы уже затаяние. Нет, пожалуйста, нет. Меня прорывать можно. Я с удовольствием буду отвечать. Это очень хорошо будет, если меня будут прорывать. То есть, ну, я читаю просто, чтобы было быстрее. Но прорывать, пожалуйста. Нет, лучше говорить на самом деле, а не читать. Нет, говорить будет хуже. Так, дальше. Вопрос о первичности некорректен. Материю сознания можно рассматривать как действительную и мнимую составляющую единого комплексного мира. Такой подход объясняет необходимость существования двух видов чисел. Но выбор действительной и мнимой части может быть разным. В науке материя отображается действительными числами, а сознание – мнимыми. В религии, наоборот, сознание отображается действительными числами, а материя – мнимыми. Конечно, это только постулат конструктивной философии. Если измерить материю и сознание в одних и тех же единицах, то можно получить модуль комплексного числа и его фазу. При этом в науке и религии модули могут получиться одинаковыми, а фазы – разными. Пункт четвертый. Возможны другие виды разделения единого мира. Например, конкретная личность – я, все остальное. Когда ребенок произносит слово «мама», он отделяет себя от мамы и от всего остального и начинает существовать как самостоятельная личность в онтологическом плане. Хотя физическое начало существования происходит раньше. При дальнейшем развитии происходит накопление знаний, появляется необходимость использования других видов разделения единого мира, таких как материя сознания и Бог-человек. Все три вида разделения независимы и существуют как бы в параллельных мирах. Но в физическом плане они объединяются в конкретной личности, которая, используя разделение материя сознания и Бог-человек, стремится сохранить как можно дольше разделение «я» и все остальное. Пункт пятый. Рассмотрим точку разветвления алгоритма познания. В этой точке надо произвести сравнение некоторых величин и выбрать дальнейший путь познания по принципу «да-нет». Конструктивная философия постулирует, что сравнивать можно только числа, поэтому для сравнения каких-либо величин необходимо вначале получить их числовые эквиваленты. Получение числового эквивалента по сути является измерением, но измерение не всегда возможно, поэтому не все можно сравнивать. Если познание попадает в такую точку, где надо сравнивать несравнимое, то можно говорить о зависании процесса познания. Пункт шесть. Измерение возможно, если только существует единица измерения. При этом сравниваемые величины должны быть измерены с помощью одной и той же единицы измерения. Результатом измерения будут числа, имеющие наименование единицы измерения. Например, 10 метров, 5 секунд. Физические величины имеют физические единицы измерения. Нефизические величины имеют нефизические единицы измерения. Например, баллы, рейтинги, голоса избирателей. Эти единицы считаются нефизическими, так как к физике не относятся. Для удобства предлагается в качестве результатов измерения использовать только целые числа натурального ряда. Для этого заранее выбирается дискрет, единица последнего знака, и все результаты округляются до дискрета, после чего запятые в дробных числах отбрасываются, а целые числа дополняются необходимым числом нулей. Чтобы не возникало проблем деления на нуль, числовые эквиваленты предлагается сравнивать с помощью арифметической операции вычитания. При этом надо следить, чтобы числовые эквиваленты имели одинаковую единицу измерения. Операция сравнения необходима не только в точке разветвления алгоритма познания, но и при оценке развития чего-либо. Развитие – это изменение. Чтобы установить факт изменения, надо произвести сравнение. Например, развитие ребенка можно оценивать в сантиметрах роста, и оно будет происходить по натуральному ряду. Когда рост прекратится, развитие можно оценивать по годам жизни, и оно тоже будет проходить по натуральному ряду. Конструктивная философия постулирует, что существует собственная единица измерения личности, которая характеризует собственное развитие этой личности, и оно происходит тоже по натуральному ряду. Число, характеризующее собственное развитие чего-либо, можно назвать, например, философским числом. Пункт 8. Ноль не входит в натуральный ряду. Но это число, которое обозначает не отсутствие всего, а присутствие того, что не имеет единицы измерения в данной системе. Но то, что не имеет единицы измерения в одной системе, может иметь единицу измерения в другой системе. Конструктивная философия постулирует, что вначале случайным образом в нуле формируется некоторая единица измерения. Если она устойчива, то начинается развитие чего-либо, соответствующего данной единице измерения. При этом развитие идет по натуральному ряду с дискретом равным единицам. При потере устойчивости единицы измерения ряд распадается, но может сформироваться новая единица измерения. Развитие опять начинается с единицы и продолжается по натуральному ряду. Развитие с сохранением единицы измерения рассматривается как количественная эволюция, а изменение единицы измерения рассматривается как качественное изменение, революция. Пункт 9. Конструктивная философия рассматривает натуральный ряд чисел как модель любого развития и использует свойства этого ряда для философских построений. Рассмотрим некоторые из этих свойств. 9.1. Натуральный ряд не имеет наибольшего числа, поэтому возможно бесконечное развитие. Бесконечность не является числом, а просто обозначением дроби единицы, деленной на нут. 9.2. 9.2. Натуральный ряд не имеет наибольшего простого числа, поэтому развитие бесконечно разнообразно, и каждое простое число является началом нового натурального ряда, то есть количество переходит в качество. 9.3. Периодическое повторение одних и тех же множителей можно рассматривать как развитие по спирали. 9.4. Свойства чисел, определяемые теорией чисел, можно использовать при анализе развития. Следует также обратить внимание на нумерологию. 10.1. Если применить конструктивную философию в математике, то следует отказаться от понятия предел. Покажем это на примере числа Пи. За число Пи принимается предел в бесконечной последовательности, определяемый особым образом. Но в самом определении заложено противоречие, так как бесконечное не может иметь конца, предела. Поэтому число Пи лучше определить как отношение окружности к диаметру, полученное с любым заданным дискретом. Например, с дискретом 1 число Пи равно 3. С дискретом 1 десятая Пи равно 31 умножить на 10 минус первой степени. С дискретом 1 сотая Пи равно 314 умножить на 10 минус второй степени. Для удобства число задается в виде целой части без запятых, умноженной на 10 в степени равной порядку. Такая запись делает наглядным влияние натурального ряда. Отказ от понятия предел в математическом плане ничего не изменяет, но устраняет логическое противоречие. Пункт 11. Применим числовой подход к решению конкретной задачи. Возьмем опори и зенона. Они относятся к описанию движения, но без рассмотрения его физической причины. Поэтому их можно отнести к логике. Движения можно рассматривать как изменения. Тогда, согласно конструктивной философии, для обнаружения изменения необходимо выполнить операцию сравнения. Следует отметить, что согласно закону Ньютона, состояние покоя не отличается от состояния равномерного прямолинейного движения, если отсутствует ускорение. Чтобы все-таки различить эти состояния, выбирается условно-неподвижная пространственно-временная координатная сетка. Определяются координаты движущихся тел, и происходят их сравнения путем вычитания. Нулевой результат сравнения свидетельствует об отсутствии движения. Пункт двенадцатый. В опоре и зеноне операция сравнения не применяется, что приводит к противоречию. С позиции конструктивной философии опоре и зенона можно рассматривать как доказательство от противного необходимости применения операции сравнения для описания движения. То есть как подтверждение постулата о том, что сравнивать можно только числа. Пункт тренадцатый. Чтобы получить логическое решение опоры и зенона, надо в логику ввести самостоятельную операцию сравнения, которая будет включать архметические операции, деление и вычитание, а также натуральный ряд числений. В этом остальная часть логики останется неизменной, если результат операции сравнения обозначить логической единицей, когда уменьшаемая больше вычитаемая, и логическим нулем, когда уменьшаемая меньше вычитаемого. В случае нулевого результата вычитания операция сравнения аннулируется. В настоящее время операция сравнения выполняется интуитивно. Бывают случаи, когда прибегают к операции тотального сравнения, войне. Возможно, что сам зенон дал логическое решение своих опор, но оно не было востребовано. Вероятная причина в том, что люди предпочитают проводить сравнения не посредством логики, а посредством войны. Война — это метод тотального сравнения, он широко применялся и применяется. Пункт четырнадцатый. В обычных невоенных спорах операция сравнения так же, как правило, не востребована. И с помощью сравнения можно сразу выявить правоту или первенство, но никто не хочет быть отстающим, поэтому люди предпочитают говорить ни о чем, сколько угодно долго, и затем разойтись, причем каждый считает правом себя. Тем не менее, объективная операция сравнения может быть полезна при решении многих задач, и поэтому востребована. Об этом говорит практика проведения различных опросов, определения рейтингов, выборов, голосования. Операция сравнения позволяет также избегать ненужных действий, связанных с логическими заблуждениями. Но всегда возможна война, как метод тотального сравнения. Пункт пятнадцатый. Конструктивная философия может иметь практический выход. Например, можно вести в логику операцию сравнения, можно отказаться от понятия предела математики, можно снять вопрос о первичности материи или сознания философии. Конечно, это результаты можно оспорить, но стремление к конкретному результату подкрепляет название конструктивное. Пункт шестнадцатый. Привложенный метод можно применить в различных областях знания. Этому было посвящено несколько статей. Часть статей была опубликована в журнале «Сознание. Физическая реальность». Статьи помещены также на сайте Санкт-Петербургского философского клуба «Филхлап 1. Народ. Ру» и на сайте «Рюлик Юра. Ру». Были также сделаны доклады проведения Дней философии в Санкт-Петербурге. Пункт семнадцатый. Следует сказать о недостатке конструктивной философии. В ней вместо понятия «истина» применяется понятие «больше-меньше», что может привести к потере нравственных ориентиров. Движение по логаритму познания может привести к зацикливанию или зависанию. Исторические такие моменты выражаются как войны и революции. Мравственность обычно связывают с Богом. Поэтому остановимся на отношении конструктивной философии к понятию «бог». Понятие «бог» рассматривается как отражение в сознании первоначального единства мира, которое нарушается в разделении в начале познания. Поскольку натуральный час, ряд не имеет наибольшего числа, Бог не может ассоциироваться с наибольшим числом. Но это не означает, что Бога нет. Конструктивная философия постулирует, что Бог есть и равен нулю. Это соответствует атеизму, понимаемому как религия с нулевым Богом. Такой подход подчеркивает всемогущество Бога, так как любое число, умноженное на нуль, обнуляется. Запрет деления на нуль означает, что нельзя быть выше Бога, так как при делении на нуль он оказывается в знаменателе. Бога надо уважать, но без Него можно обойтись, так как плюс-минус нуль ничего не меняет. Понятие вера заменяется понятием постулат. Божественные заповеди можно постулировать или принять как законы. Правильность постулатов проверяется фактом существования того, кто ими пользуется, личность или общество. Таким образом, начав познание с разделения «я» и все остальное, человек в результате познания либо сохраняет, либо уничтожает это разделение. Таким образом, мы имеем 17 фунтов, ну аналогия напрашивается, 17 мгновений весны, 17-е число, и 17-е это простое число. То есть в числах что-то есть. Ну, в заключение я прочитаю проговорки и аннотации статей, которые есть. Ну, придавайте. Ну, я же за всех парку, сейчас читаю. Да, нечего, чего. Да, зачитайте. Философия и числа. Сколько конструктивная философия? Анотация. В статье конспективно изложены принципы конструктивной философии, аналогичные принципам конструктивной математики. С точки зрения конструктивной философии трактуется основной вопрос философии, понятие Бог, алгоритмы познания, эволюция, революция. Конструктивная философия может быть полезна при построении теории измерений и применении компьютера в философии. Конструктивная философия в скобках продолжения. Анотация. В статье продолжается краткое рассмотрение с позиции конструктивной философии некоторых вопросов из различных областей знаний. Сюда вошли диалектика, пространство и время, религия, наука и искусство, психология личности. Отличается, что в настоящее время имеет место сравнительное отставание философии, ставится вопрос о путях его преодоления. Конструктивная философия, информация, биополя, биоинтернет. Анотация. В статье с позиции конструктивной философии рассмотрено понятие информации. В результате вместо понятия информационного поля для объяснения результатов экстрасенсов предлагается применить достижение современных технологий. Делается предположение, что живые существа с помощью мобильных биотелефонов объединены в биоинтернет, к которому, в принципе, можно подключиться с помощью технических средств и предэкстрасенсов. Конструктивная философия. Экскурсия в пространство и время. Анотация. Статья показывает методические возможности конструктивной философии при анализе конкретной науки, физики. Про это предлагается отнести пространство и время к сознанию, а не к материи. Делается предположение о том, что черные дыры должны обязательно взрываться, и это можно проверить экспериментально, наблюдая за ними. Конструктивная философия в космологии. В статье приводятся подходы конструктивной философии к проблеме вечности и бесконечности мироздания, а также предположения, позволяющие объяснить красное смещение, не пробегая в теории большого рубрика. Конструктивная философия и общественная жизнь. А как это, как красное смещение, а как вы это делаете? Ну, кратко, просто затухание колебаний. Когда свет идет, он просто затухает. Стареваете. Естественное затухание, потому что это наведенное... Естественное старение света называется? Нет, он затухает. Это любое. Идет, затухает, и красное смещение. Поскольку... Затухает поинтенсивности, не по чистоте. Нет, по чистоте. А такое бывает когда-то? Да, конечно. А почему он делает затухание тогда? По чистоте. Не затухает. Затухает по определению. Нет. Если у вас амплитуда постоянная, она не может затухать, то затухает всегда. Она именно и затухает. Она затухает. Нет. Вот если я вот так икрую туда, Саша, он по аплитуде будет затухать. Я посмотрел. И Саша, он тоже будет по аплитуде затухать. Отойдем далеко-далеко, и мы не слышим друг друга, но частота не изменится. Ну, а хотя бы хоть один пример, чтобы затухало по частоте, можно такое провести? Я, например, такого примера не знаю. Всегда частота затухает по амплитуде. Ну, изменялась как-то, сама собой. И могу объяснить, почему, потому что, когда вы считаете ее по модулю, у вас будет вот эта самая экспонента, E-X, в одной ноге. Нет, я понимаю, что частота затухает. В этом-то и не, что частота затухает, а потом... Ну, это, по крайней мере, очень необычная идея, потому что в физике до вас, кстати, никто не сталкивался никогда. Ну, я думаю, что частота может затухать. Что, что, кто же почитает? Частота может затухать. Я считаю, что может быть на другом уровне, на уровне материи. Ну, тут у меня другое представление о материи, поэтому у меня, так сказать, материя по-другому представляет. Ну, понятно, у вас со всеми... Это все не так, может быть, это и вышло из этого, что оно не так. То есть у вас все не так происходит? Все не так, поэтому... Просто понятно, что там, где обычно затухает по амплитуде, у вас все затухает почитатель. Да, да, вот в этом, так сказать... Ну, это у меня все не так, поэтому, может быть, так оно и... Да, мы уже обратили внимание. Так, конструктивная философия и общественная жизнь. В статье предлагается променить судебные системы для сравнения различных культур. Приводится классификация типов личностей с точки зрения конструктивной философии. Делается предположение о возможности восстановления белых пятен истории и прогнозирования будущего. Конструктивная философия о нетрадиционном человеке. В статье показана целесообразность променения метода конструктивной философии к оценке современного человека. Также предлагается анализировать достаточно сложные системы, например, государства, как нетрадиционного человека, применяя методы психологии. Наука и религия в свете конструктивной философии. В статье с позиции конструктивной философии сравнивается наука и религия. Рассматривается их диалектическое взаимодействие. В качестве примера такого взаимодействия приводится предположение о возможности существования биоинтернета, основанного на биологической мобильной связи. Конструктивная философия и экономика. Взаимообогащение. В статье показана целесообразность променения методов конструктивной философии в экономике и методов экономики в конструктивной философии. Такой подход обогащает обе науки. Постулаты и асфекты конструктивной философии. В статье кратко изложены основные идеи конструктивной философии, которые отличаются нетрадиционным подходом к традиционным философским вопросам. Рассмотрены возможности применения конструктивной философии в физике и гуманитарных науках. Ну, я уложился. Ну что, уложен вопрос. Вот вы отталкиваетесь от конструктивной математики, идея, которая состоит в том, чтобы избавиться от актуальной бесконечности. Да, конечно. И получается, у вас вы элиминировали из философии все, что связано с бесконечностью, и все, что у вас осталось, это остались только натуральные числа, потому что введение действительных числа тоже требует переходов к бесконечности, каких-то предельных переходов и прочее. Правильно я понимаю логику? Да, я отказываюсь от бесконечности. Просто тогда получается, что у нас есть какое-то многообразие мира, вы его так вот умаляете и переходите к какому-то такому простому пифагоризму. На уровне того, что, как рассуждали, Пифагор рассуждал, что, например, 4 – это какое-то такое особое число, там, единицы, там, это, а еще какое-то число, с которым что-то связано. Вы пытаетесь все многообразие мира свести к свойствам как бы натурального ряда, это немного странно. Странно для нашего времени. Может быть, в прошлом, когда там жил Пифагор, это было нормально, потому что тогда науки по такому развитому виде, как сейчас, не было. Да, но в наше время это немного странно. Нет, я как раз наоборот, я не свожу свойства натурального отмерения. Я говорю, что вам не надо его брать, и вы никогда его не возьмете, и его не должно. Вы должны понятия предела вообще отказаться. Понятия предела математики. Я говорю, в математике понятия предела надо от него отказаться. Ну, то есть, он показался, понятия не отказаться. Не только понятия предела, понятия всякого рода бесконечности и всякого перехода к бесконечности. Транцидент. Всякого рода алгоритма, которые уходят в бесконечности. Бесконечности нет, потому что нет наибольшего числа. Значит, вы можете развиваться бесконечно. У вас нет конца. У нас же есть, например... Могообразие может тоже бесконечности. Я как раз наоборот подчеркнул многообразие. Оно бесконечно, и простых честь бесконечное число. Это разнообразие бесконечно. Нет, ну все, разнообразие... Но бесконечности нет. Нет, просто есть один вид бесконечности, это бесконечности натурального ряда. Но вы все бесконечности, какие существуют, перевели только в один вид бесконечности, а именно бесконечности натурального ряда. Нет, я... Вы свели все во многообразии возможных бесконечности, да, качественных, качественных многообразных, свели к одной, к числовой бесконечности натурального ряда. Нет, я... Потом вы свели все другие многообразные, другие вещи, допустим, Бога свели к нулю, там, к свойствам натурального ряда вы сводите какие-то свойства мира. У вас все сводится к пифагоризму, как мне показалось. Нет, идея совсем другая. Идея в том, что надо что-то сравнивать. Чтобы делать какие-то выводы, надо что-то сравнивать. Мы можем же и бесконечные числа сравнивать. Например, множество натуральных ряда повышенностей. Мы можем сомниться с множеством псевдействительных чисел. Сравнивать можно только числа. Постула reserved что сравнивать можно только числа. То есть вы, например, в тезис, 뭐 кардиналы различных множеств каждый 족 reusable nave не отвергаете. Нет, я не отвергаю. Если вы сравниваете координатных различных числах... Как координатных... Я не знаю. Они должны сводиться к числамER4 незнач contrario. И сравнивать можно только числа. То есть до вас никто и сравнивает ничего. Нет. Все сравнивают интуитивно или с помощью... Ну хорошо, тогда сравните мне числового слова, добренький и добрый. В числовом виде? Ну да, вот что это будет? Я не могу, потому что я не могу их выразить в числовом виде. Значит, они сравнимы, неразличимы. Их сравнивают на базе интуитивно. Ну понятно, что-то есть, что вы не описываете в вашей теории. Нет, почему? Я хочу, что если вы хотите их сравнить, выразите их какими-то баллами. Вы опросите 10 человек, они скажут, добрый где-то 5, а добрый это 4. И все. То есть вы должны выразить какого-то числа и потом сравнивать. Опросите других где-то. Нет, но дело в том, что когда люди будут говорить баллы, они уже сравнили. Они уже сравнили. То есть числа это результат сравнения. А сравнение это то чисел. Они же не думают так, 5, 6 и выквалывают. Они сравнивают интуитивно. Да, но не сравнивают. Но я интуитивно. Нет, вы говорите, что сравнить можно только числа. Она не сравнивает числа. Значит, можно сравнивать не числа. Их надо выразить в виде числа. То есть до того, как человек не произнес у себя в голове 3 или 4, он не сравнил. Он же сравнивает, а уже потом вопросом можно выразить числа. Нет. Я не знаю, как он. Он сравнивает интуитивно. Нет, понимаете. Ну сравнивает. Интуитивно. Хорошо. Нет, но сравнивает. Нет, он интуитивно. Ну как же. Интуитивно. Мы не говорим как, но сравниваем интуитивно. Сравниваем. Значит, он использует для этого числа. А я не знаю, как он сравнивает. Ну вы не знаете, значит, как. Значит, сведение все сравнение числа не обеспечивает описание всего сравнения. Есть что-то сравнивается вне числа. Ну и что? Ну это значит, что ваша философия занимает только очень какой-то маленький предельный момент бытия, который может быть выражен числами. А что не может быть, то выпадает за вашу философию. Еще бы я сказал еще столько целых. То, что не может быть выражено чистыми, нельзя сравнивать. А почему нельзя сравнивать? Ну я же говорю, ну вы людей спрашиваете, они вам справнивают, что вот это так, а это так. Они сравнивают, не обращаясь к числу. Ну если они скажут, а так, а так, я могу это выразить, какие-то голоса избиратели. Вот люди голосуют. Но это уже после. Это результат обработки сравнения. Уже сравнили, а после этого обработали численно. Они наоборот, чтобы не... То есть, избиратель мне говорит, вы нам сначала скажите число, а потом мы сравним. Мы не можем сравнить без числа. Вот вы обозначили этот кандидат 35, а этот 49. А да, мы сравним. Они сравнивают без всяких чисел. А уже потом числами выражаются. А мужчину и женщину тоже можно сравнить. Взял двух людей, то это один мужчина, а второй женщина. А где числа? А где числа? Сравнили? Мы постоянно делаем сравнение. Вы можете сравнивать без чисел. Можем. Мы постоянно сравниваем. Но это означает, что то, что вы сравниваете, можно выразить чисел. Нет, без нее означает. То есть, была фраза объективное сравнение. То есть, числом объективное сравнение. А вот эти интуитивные, это некие субъективные. Ну, разницы мужчины-женщины. Объективная и субъективная разница. Имейте. А мы можем сравнить. Объективная. Просто всем догラ creeam. Можно, конечно. Так тоже можно. То есть, но первично, развлечение. Вот я что-то различил. Этим я сравниваю. Но это первично, а уж потом я могу это выразить как угодно в любых числах. Если вы это уловили, я хочу сказать, что все имеет в своем внутреннем развитии числа. Почему? Ну, пифагаризм, если ты не говорил. А, ну так... Нет, я хочу сказать, что все имеет в своем внутреннем развитии числа. И чтобы уловить развитие чего-то, надо выразить его в каких-то числах. Если вы не будете сравнивать ничего без чисел, вы получите опове и зенона. Нет, пожалуйста. Я слушаю музыку, я слушаю развитие темы музыкальной, и для этого мне не нужны числа, чтобы... Мне нужны, правильно, но в развитии этой музыкальной темы самой, эти можно выразить. Можно, но можно понять развитие без выражения. А почему я опове и зенона всегда получаю? А опове и зенона... А чем, кстати, я хотел саму сначала задать вопрос, чем вам не нравится решение опоры и зенона, которое дается, грубо говоря, в учебнике 8 класса по дифференциальному интегральному участию? Ну, там нет, это не логическое решение, это математическое. А чем плохо? Ну, это... они относятся к логике, поэтому решение должно быть логическое. Нет, а чем математическое это плохо? Потому что... Нет, ну там актуальная бесконечность есть, и определенный переход, актуальная бесконечность. А здесь конструктивная философия, она запрещает всякого рода актуальную бесконечность. Ну, так это же просто искусство, это вы им запретили бы. А по мне, я считаю, что они искусственно вели пределы. Нет. Ну, понимаете? А вы слышите, вы считаете, что дифференциально-интегральное уравнение, это нечто искусственное, но их на пределах сделано, да, например, синус их делить на х? Нет. По х-тематическому счету. Павленко, значит, из института философии. Оба космологии, а из Павленко, вы знаете, наверное. Нет, не знаю. А вот последние его выступления, они касаются того, что, вообще говоря, наука всю жизнь правильно делала, что занималась тем, что изгоняла бесконечности. И это все доброе, правильное, хорошее дело, потому что наука не должна иметь дело с какими-то бесконечностями, а пределы не должны иметь дело с какими-то бесконечностями. Вот это точка зрения Павленко, которая очень перекликается с вашей идеей. Я не один, да, за что вы не один, да. А кто тоже народу на родину? Ну чего? Еще что-нибудь такое? Нет, ну то, что бесконечности, с бесконечности связаны какие-то проблемы, в том числе логические, математические, это понятно. Но почему из-за того, что у нас возникают проблемы, должны отказываться от этого понятия, не очень понятно? А я не отказываюсь от понятия. Я не говорю, что... Я отказываюсь. Понимаете, интуитивно человеку хочется бесконечности развития, бесконечной жизни. А вы, пожалуйста, живите, как раз... Это и говорит, что нет конца. Раз нет наибольшего числа, вы можете жить сколько угодно. Живите, пожалуйста, никто вам не мешает. Это вам будет интересно, потому что простых чисел тоже бесконечное множество. Всегда у вас будет что-то новое, какое-то разнообразие. Нет, ну я... И как раз я наоборот говорю, что... Я просто говорю, что вы все бесконечности свели к одной, то есть бесконечности натуральной... А что значит все бесконечности? Ну бесконечности разные бывают, в разных... А как вы можете сказать, что бесконечность, значит, вы идете по какому-то, опять-таки, натуральному ряду? Не обязательно натуральному. А как вы сравните их нечисто? Да как и делается в теории множество, так и с ним сравнивается. Нет, у вас множество чисел, от нуля до единицы, бесконечное количество раз больше, чем чисел натурального ряда. Вот это понятие мощности этого штуки. Просто вы когда обсуждаете какие-то вопросы, дыры, что-то еще, это предполагает владение математикой и физикой на уровне, ну, хотя бы первого курса университета. А вы пытаетесь все это сделать, не зная вообще о мире ничего. Любые мощности выражаются тоже числами в конечном итоге. Нельзя сравнить числа. Я просто обидел, обидел, обидел. Да, помей, но в конце концов все эти мощности, множество эти, в конце концов должны свести в числа. Вот в чем я хочу сказать. И об этом все забывают и не хотят этого учить. А сравнить не числа нельзя. Вот о чем вещи. И реально сравнивают только числа. Хотя бы интуиентно, конечно, или с помощью магистрирования, мордобоя можно все сравнить. Пожалуйста, не надо никаких чисел, мордобоя, все решается. Я говорю, обычный метод, интуиция. А логически, в общем-то, он никому не нужен. Поэтому, а Земля, он тоже, наверное, это решил в своей опоре. Но это как раз никому не нужно. Потому что если вы сравните, сразу определится, кто первый, кто последний. А это никому не нужно. В этом все дело. Вопрос по поводу названия. Вы как-нибудь где-то оговариваете, что сейчас существует несколько направлений философии, в которые входит название конструктивизм. Есть радикальный конструктивизм и конструктивный реализм. Нет, понимаете, я не ставлю вопрос о конструктивизме. Я ставлю по аналогии с конструктивной математикой. То есть вы не пытались относиться с этими направлениями? Я не в философии отношу, а в математике, понимаете? Нет, вы же, ваша теория философская. Да, она там философская. С теориями, которые близки по названию. Ну, может быть, она и близка. Ну, а что, я на них, так сказать, не ссылаюсь, не опираюсь. Я на математику. Нет, я имею в виду, что не на них ссылаться, а объяснить людям, чем отличаются, чтобы не путали. Ну, понимаете, я не знаю этих теорий. Я не философа, потому что я просто не знаю их существования, поэтому я и не вспоминаю их. На самом деле, как бы, к вашей теории есть единственное заражение, которое существенно, что вы просто очень сильно обедняете содержание. Понимаете, поставить в качестве аксиомы нечто такое, что есть только натуральный ряд, а всё остальное к нему редуцируется, это слишком сильное обеднение. То есть, не, понятно, что вы имеете право любую аксиому взять. Вы можете взять любое основание и всё к нему свести. Это понятно, это ваше право. Но на самом деле, если вы будете честны и трезвы оглядитесь вокруг, то поймёте, что это слишком сильная редукция. Ну, понимаете, я исхожу из того, что либо вы сравниваете путём войны, либо путём логики. Вот и всё. Ходите, поюйте. То, что мы с вами не можем найти общий язык и спорим, это означает, что... Да, это кажется, что... Дело не в этом. Дело не в этом. Это означает, что мы с вами не можем найти общее основание. Вы предлагаете встать на ваше основание. Вы говорите, вот давайте мы встанем на ваше основание и там найдём сравнение. Это ваше право. Так требуем. Не, ну понятно. А я говорю, а давайте встанем на моё. На моё. У меня какой-то своё основание. Да, и тебе предлагается война быть модом. Да, и получается, что мы никогда с вами не найдём вот этот ваш... А отсылок какой-то действительности нет? Нет, будет сравнение, мы никогда просто не найдём, понимаете? Если вы изначально поставили аксиому, которую другие говорят, а вообще-то нам это не очевидно. Не очевидно, что всё богатство мира может свести к свойству натурального ряда. Нет, понимаете, богатство мира — это всё, так сказать, богатство. Но если мы возьмём конкретный вопрос, вот я... Конкретный вопрос. Вот там общественная жизнь. Вот экономика, вот физика, вот и так далее. То есть я прилагаю эту свою методику к конкретным наукам. Пролагайте свою методику к этим же наукам, получайте более важные результаты, и всё. Что удивительного в том, что любое теоретическое построение имеет свои границы. Поэтому ничего удивительного нет совершенно. Удивительного-то может нет, но получается, что внутри вашей теории, она как бы сама себя подтвердить не может даже на простом примере, что вы не можете сравнить, допустим, моё основание и ваше. Нет. Я говорю о чём, что начинается мир с чего? С разделения. Я весь остальной мир. После этого начинаю следовать вашей теории, своей, десятой, пятой. Если я в результате этого всего останусь, я остальной мир, значит, я следовал правильно. Если я последую своей, от меня ничего не останется, значит, она неправильная. То есть, другим подтверждением я не вижу. Понимаете? То есть, подтверждение чисто как бы субъективное. Нет. Я прав, потому что прав, и всё. Я прав, потому что я существую. Нет. Цель. Зачем я вот всё это познаю? Зачем я философ? Потому что это вот такая воевазная языковая игра. Вот как нумеролога. Знаете, нумеролога? Они все считают, что даты имеют какой-то смысл. И они в этой среде живут. Вот у нас была со славянной общая знакомая Лена Сергеева. Она научила меня гадать по ушам. Я три дня смотрел на уши всех остальных людей и гадал в этом абсолютно плотном дискурсе. Весь мир был благодаря ушам, был для меня каким-то образом значим. И вот мне вот ваша, чем она большая, хороша? Потому что ваш дискурс, он плотен. То есть, всё, что вам какой-то факт снаружи проходит, вы тоже погружаете в оболочку собственного дискурса и начинаете в этом разгадать. Как нумеролог говорит о числах, и как Лена Сергеева говорила об ушах, об гаданиях. Ну это же то, что вы занимаетесь, оно же ни к философии, ни к познанию не имеет отношения. Это некая языковая игра, это связится в плотности дискурса, а потом вашего личного. И ничего более. Я бы нагарил философию. Если это не правильно, то философия меня ответит. Я же ничего здесь... Нет, ваша теория правильная, вы поймите. Дело просто состоит в солидарности. Понимаете, кто будет солидарен с вашей теорией? Вот, например, кто-то предлагает теорию, Маркс говорит, вот такая теория. Кто-то с этой теорией, допустим, какое-то количество людей солидарно, и эта солидарность подтверждает, что эта теория имеет основания. А вот как с вашей теорией солидаризируется? Ну это же странно, что все сводится к натуральному ряду. Я поменял эту практическим каким-то задачей. Они же, вот обратите внимание, они же начинают применяться как-то очень странно. Вы чинили функцию такую, знаете, которая все что угодно переводит в число. Ну, функцию такую, знаете. Я же перевожу, не просто для того, чтобы перевести, а для того, чтобы сравнить. Я понимаю. Мы это обсудили, что сравнивается до перевода в число. Все сравнивается до перевода. То есть даже когда вы ставите задачу перевести в число, вы уже знаете, что вы уже сравнили. Это же две разности. Уже есть различия. То есть до чисел есть различия. Всегда. То есть если вы не отличаете что-то одно от другого, не различаете вот до-до перевода, это у вас в это одно число. Если вы различили, вы начинаете искать, где два числа. То есть само различение существует до чисел. Правильно, я говорю, что до того. А вы говорите наоборот, что я перевожу в число, чтобы сравнить. Ну правильно, но я хочу сказать, что есть внутреннее число. Вот я говорю, философские числа. Что все развивается по натуральному ряду. Какой номеролог? У них каждому всему стоит. Нет, нет, давайте как бы в логике останется. Дело в том, что, видимо, здесь имеется в виду объективное сравнение. То есть, Александр, имейте в виду, что вот если мы переведем в какой-то натуральный ряд, то там уже нельзя будет спорить, что больше, что меньше, раз там получилось. Ну что, если я различил, а другой не различил два объекта, так кто-то перевел числа, него объективно различаются числа. Я не перевел, это так же субъективно, как и у меня субъективно. Здесь нет никакого объективного. От того, что я перевел числа, ничего не изменится. Нет, вы меня не так подали. Постула состоит не только в том, что надо переводить натуральный ряд, а в том, что все, что развивается, оно само по себе имеет натуральный ряд в своей основе. Человек растет по сантиметрам, значит, он развивается по натуральному ряду с единицей сантиметров. Сам по себе. Сравниваете его с вами, не сравниваете. У него есть какая-то собственная своя единица, по которой он развивается. Она исчерпывает сантиметры развития человека? Вот я могу... Вы можете описать в сантиметрах развития человека? И чем отличается развитие человека от развития обезьян в сантиметрах? Вот сейчас я вам объясняю. Вот человек развивается, у него есть какие-то собственные единицы, свои. Их можно выразить натуральным рядом неких философских чисел. Назовем их какими-то собственными единицами. Вот ребенок растет. И его собственную единицу растет. Одна, две, три. И можно его собственное развитие в каких-то собственных единицах выразить в каких-то натуральном ряду. Да, при этом он растет скачком. 60, 61, 60. Да, он растет скачком, потому что... Вы понимаете, что развитие антогенез, вот антогенез биологический, не сводится к одному натуральному ряду. Там такой комплекс всего. И что вы будете говорить? Вы будете говорить о сотнях по тысячах натуральных рядах. Нет, я говорю, что все можно свести именно к развитию собственных. Так даже в собственном ряду вы действительно считаете, что есть у человека такое собственное число, где он будет вести дискретно 61, 62, 63 сантиметра, 65. Вот так скачками будет бутс-бутс-бутс-бутс. Вы верю, думаете так? Ну, собственный ряд, ты пойми. Какая ряда, что собственный ряд? Нет, то, что тебя 61,325, это у него 61 просто. У него будет собственное число. Он будет расти по собственному числу. Тут мало, что натуральный ряд, он еще у каждого человека собственный. Я так понимаю, что вопрос сводится к тому, что кроме количественной бесконечности, есть еще качественная бесконечность, вот которую вы не учитываете. Нет, ну почти бесконечности нет. Нет, давайте поставим вопрос так. Нет, вот есть, минуточку, вот есть проблема развития. Да. Очень серьезная проблема научная и философская. Да, 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 да. Вот. Биологи бьются уже 200 лет. Да. Ну, полтора, сотни лет. Философы бьются 2000 лет. Да. Вы даете ответ. А это все по натуральному ряду. Да. И это ответ, и что нам стало понятнее? А чем не ответ-то? Тебе же воспользуются даже не мир познавать, а плотность дискурса продемонстрировать. Вот и дается... То есть в чем, скажем, отличие развития от обычного движения? То, что тоже все... Ничего. Вы понимаете? А ведь в суть это познание, что отличить, почему развитие, мы называем развитие, эволюция, эволюция, а движение, движение. Я как раз говорю, почему эволюция, эволюция, революция, революция, революция... А потому что все это один ряд. То есть... Эволюция это другой ряд. Не все равно ряд. Не, не, не. То есть вы не даете ответов на вопросы. Вы просто сводите и все к одному ответу. Нет. Вы все сводите к одному ответу. Нет. Чтобы вы не спросили, когда вы все сводите к одному ответу. Нет, вы меня не поняли. Вы меня не поняли. В смысле какой? Я вот начал с чего. Вот человек развивается, правильно? У него есть собственные единицы развития. Вы же, извините, я переверну, потому что вы уже как-то ревета. Чем отличается развитие обезьянки от развития человека? Что у них каждый по своей единице. У каждого есть своя единица. И это достаточно, чтобы понять? Так, что плохо? Нет. Это достаточно. Вы задали вопрос, чем они отличаются. Они отличаются единицами, которые есть у одезьяны, и есть у человека. И развитие идет одезьяны по своему натуральному, со своими единицами. Это нам стало что-то ясно про отличие человека от одезьяны? Да, но зато плотность дискуссии поднялась. Нет, пока не стало ясно, что-то новое, мы узнали от этого? Нет. Ну зачем познание? Я должен понять. Вы мне объясните, чем человек отличается одезьяна? У меня есть. У него каждого своя единица. Ну так это как ясно, что все свои. Нет, нет, это не ответ. А чем плохо? Дискусс плотный. Можно гадать по ушам сколько угодно. Нет, ну подожди. Нет, ну вы просто необычный подход. На самом деле здесь философский пифагоризм. Такое направление философии существовало. И на самом деле, на этом серьезно относится. Не совсем. Нет, пифагоризм там все-таки посложнее. Послушайте, как вы сравниваете человека и обезьяна? Вот, вот, конструктивная философия, она не в традиционном человеке. Вот, у меня есть статья. Нет, нужно в традиционном. В традиционном человеке. Обезьяна это не традиционный человек. Хорошо. Ну вот, я вам, хотите, это коротенькая статья, я вам прочитаю. Нет, не слава, 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 не слава. Историческое и теологическое развитие ведет к изменению биологической природы человека. Человек временное существо и может перестать быть самим собой. Это какая-то статья была в журнале. Основываясь на выводах статьи, можно говорить о появлении нетрадиционного человека. Этот термин позволяет не сравнивать его с традиционным человеком, а просто указывает на отличия. Методы анализа, примененные в статье, тоже нетрадиционны. Можно смотреть и сходство с некоторым положением конструктивной философии. Например, основное положение о том, что сам человек есть объяснение самому себе, можно трактовать как косвенно соответствующая постулату конструктивной философии о том, что всякое развитие идет по натуральному ряду и определяется изменить единицы измерения этого ряда. То есть, чтобы соответствовать самому себе, он должен все время соответствовать одной и той же единице. Иначе он уже будет не он, а что-то другое. Посылка в статье о том, что человек это биологическое существо, которое определяется находящимся в нем сигнальным веществом, напоминает тесть конструктивной философии о возможности изменения единицы измерения, которые определяют натуральный ряд развития. Аналогичное замечание в статье о том, что ускорение общественных перемен, которые мы наблюдаем в последние десятилетия, говорят не только о грандиозности событий, сколько о неверном выбранном масштабе измерения. Выбор масштаба измерений по сути есть выбор единицы измерения. Чтобы развить положение статьи согласно конструктивной философии, надо получить количественные и числовые оценки человека. Но для этого надо иметь единицу измерения человека как такового. Чтобы сравнивать, надо измерять. Вот измерьте человека как такового. Попробуем применить метод последовательных приближений. Будем рассматривать человека как многомерные объекты, выделять его проекции на отдельные оси, например, биологическую, информационную, юридическую. Имея числовые величины проекций, можно сравнить нетрадиционного и традиционного человека. Конечно, проекции должны быть одного порядка, иначе нет смысла говорить о нетрадиционном человеке. Юридически человеком считается то, что родила женщина. При этом любую зверушку убивать нельзя, поэтому поздние аборты запрещены. Но можно считать человеком первую клетку, полученную после обладотворения, и содержащую их в ход. В этом случае любой аборт – убийство. Но существует преступление, наказание за которое превышают наказание за убийство. Это преступление против государства. Поэтому нужно рассматривать государство как человека, с юридической точки зрения, конечно, как нетрадиционного человека. Но этих традиционного и нетрадиционного человека нужно количественно сравнивать по мере наказания за преступление против них. В биологическом плане животные братья наши меньшие их можно сравнивать с человеком по биологическим параметрам. В зависимости от критерий можно считать нетрадиционным человеком собаку, обезьяну, дельфину, дельфина. Кроме того, существует закон о защите животных, поэтому можно сравнивать также и по юридической оси. В информационном плане человека можно сравнивать с компьютером и рассматривать компьютер как нетрадиционного человека. Конечно, тут новое зависит от критериев оценки. Следует отметить, что пока нет законов о защите компьютеров, аналогичных законам о защите животных. С появлением таких законов возможно будет сравнение человека и компьютера по юридической оси. В информационном плане можно также сравнивать человека и государство. Таким образом можно говорить о государстве, как о нетрадиционном человеке, по крайней мере по двум осям информационно-юридической, а о животных, как о нетрадиционном человеке, по биологической и юридической осям. Если проводить сравнение по всем осям, то можно говорить о Боге, как о нетрадиционном человеке. Если проводить сравнение, так сказать, в бытовом плане, то можно считать нетрадиционным человеком представителя другой национальности или религии. Относительно образа жизни общепринято, что каждый человек нетрадиционен и неповторим. Но не будем пока говорить о нетрадиционном человеке, если он не выходит из биологических рамок, не будем касаться линиев, уродов, преступников. Конечно, нетрадиционный человек отличается от традиционного по разуму, самосознанию, общественной организации, чувствам и морали. Можно проводить сравнение по всем этим осям, но сначала надо определить, в чем практическая польза от понятия нетрадиционный человек. Можно как бы вопрос? Да, ну можно. Ну смысл, ну смысл. Смысл понятно, но просто у вас получается, если человека сравнивать с чем-то другим, любым, да, по одному какому-то критерию, то другой становится нетрадиционным человеком. Да, они становятся... Но это странно, вот я сравниваю себя с чайником, понимаете? Я материально, и чайник становится... Да, вы можете найти какие-то критерии сравнения. Понимаете, я брюшный, но, понимаете, в конце концов, приходится сравнение, сколько там дать человеку лет за преступление. Это то же самое, когда вы не знаете, что, и приходится обрабатывать свои единицы, свои там критерии. Суд вот, когда вот... Не, заметьте, просто сам у вас просто методологически как-то не кажется ошибкой, понимаете? Семенитую дискуссию, когда Владимир Ильич Ленин был грибом. Но это не делает Владимиру Ильичу на большую, так сказать, честь, понимаете? Суть вопроса-то в чем состоит? Из-за того, что я могу быть сравненным с любым другим объектом по какому-то критерию, этот другой объект не становится никак человеком. Ну никак. Ну я материален, там, чайник материален. Чайник не становится человеком. Традиционным или нетрадиционным, любым. Он никак не человек. Нет, понимаешь, сравнение по одной критерии вас делает равными, вы люди становились. Но по другой критерии... Ну как люди, ну чайник, он материален. Чайник, да, но если по материалену, то это тоже. А вот если с юридической точки зрения, то ему можно словать, а вас учитывать. Понимаете? Есть другая ось. По оси материи вы одинаковы, а по сиуридической нет. Чайник можно разбить, а вас нет. Посадят. Поэтому я и говорю, что есть разные... Нет, тут вопрос, видите, в чем? Если бы вы просто сравнивали и говорили о том, что у нас с чайниками есть нечто общее, это нормально. Но когда вы переносите какие-то характеристики меня на чайник, да, и говорите, что вот чайник вообще тут надо бы тоже защищать. Человека же мы защищаем, на него там распространяется закон, убей и прочее. Значит, чайник нельзя убивать. Он же нетрадиционный человек. Я говорю, что нельзя убивать. Но мы про компьютер так говорили. Вот компьютер надо будет как-то там защищать. Я говорю, что компьютер в настоящее время по юридической оси не является ничем. Да, а так он вообще нетрадиционный человек. А его можно по юридической защитить. Животные по юридической защищаются. Вы поймите, на самом деле, это все понятно, что вы говорите, но нельзя переносить свойства одного сравниваемого объекта на другой. Все нельзя, но какие... Те, по которым вы сравниваете... Но вы переносите человек в чайник, становится нетрадиционным человеком. Я по-моему, все. Ну, можно, потому что, действительно, если ты... Я делала всех. Это 5. И то 5, и то 5 сравнил. А то 6. То есть... Если все свести к числам, то все... Я понимаю, если все свести к числам, сравнивать... Нет, но я сравниваю по конкретной оси. Они вообще все. Нет, вы просто говорите нетрадиционный человек, и вдруг выясняется, что это все вообще. Все, что человек может сравнить, это нетрадиционный человек. Нет, все становится нетрадиционным, Но это не значит, что это полностью человек. Не традиционно, а частично. Он чем-то отличается. Это дело в терминах. Ну правильно, но просто термины могут вести в тупики, понимаете? Потом у нас получится, что компьютер надо защищать от чего? Почему? Этот вопрос ставился, уже юридически ставился, что компьютер... Есть фильмы, когда компьютер становится человеком, являясь... Когда человек становится компьютером, да. Ну, этот вопрос летает в воздухе, и он актуален. Это реально. И когда компьютеры будут людьми, то тогда, конечно, придется сравнивать, кто компьютер, кто человек. То есть этот вопрос... А еще я хотел спросить, а вот все числа у вас объективны? Вы так рассуждаете, рассуждаете, как будто бы все числа, это вот как вот, если условно говоря, предмет стоит, а рядом число двойка. Как-то так у вас получается. Вот числа объективны или субъективны? Вообще, это пифагорист должен сказать, что числа объективны. Это как бы просто у него такая аксиома. У вас, вроде бы, получается тоже число объективны. Потому что если мы что-то сравниваем, можем редуцировать его к числу, мы должны понимать, что либо мы это делаем насильственно, да, мы насилуем, как бы, объект и сводим его к чему-то ненародному. Либо вы говорите, что просто в самом, в этом объекте заложено число, и мы его просто выявляем. Да, смысл такой, что сам объект, все, что развивается, развивается по натуральному ряду. То есть числа объективны. То есть, а тот натуральный ряд объективен? Ну, конечно, да. А почему тогда Бог у вас ноль, а не весь натуральный ряд? Казалось бы, можно сказать так, натуральный ряд – это и есть Бог. Не ноль – Бог, а натуральный ряд Бог. Правильно, у меня один нет наибольшего числа. Правильно. То есть, если у вас Бог, то его нет с самого. Нет, нет, смотрите. Бог и есть бесконечность. Он порождает любое развитие. Бесконечность нет, нет. Нет, нет. Про Бог – Бог это ноль. Бог это ноль, да. Да, разы. И, по-моему, Бог — это весь натуральный ряд. Почему так? Что такое число? Бог – это семь. Это бесконечность не существует. Нет, натураль в ряде есть. А Бог говорит по глазам, что Бог 15, а я по глазамward. В натуральном ряду нет наибольшего числа. Это математическое… Как это и называется? Болитесконечность. Как же? Нет наибольшего числа. Это и называется бесконечность. А это не число. Бесконечность это не число. Ну, как бы, в натуральном Richard нет наибольшего числа. Нет, но это точно и означает, что натуральный ряд бесконечен. ...попределению. Ну, значит, наибольшего числа нет и бесконечности нет. Бесконечность Р αυτый день. Ну, по определению тогда нет具のברים максимального числа. Для любого номера натурального уряда R мы можем всегда подобрать такое число, M, которое будет больше чем M, будет больше N. Это значит, что нет конца у этого ряда. И когда нет конца, называется бесконечность. Это первый и второй курс. Когда вы говорите бесконечность, то смотрите это число. Вот, извините, почему? Нет, нет. Бесконечность это знак для обозначения дроби единица, делённая на ноль. Вот. Единица на ноль равно бесконечность. Это краткое обозначение. Значит, бесконечность у вас есть? Это не число, это знак. Нет, ну вот это... Это знак. Вот этот значок, перевёрнутая восьмёрка, это знак, согласен. А сама бесконечность как существо, она есть? Нет, нет. Есть единица, делённая на ноль. Есть ноль. Ноль это число, да. Ноль есть. Нет, подождите, вот в самом ряду бесконечность. Я хочу обратить внимание, что ноль тоже не число. Она в натуральный ряд. Он не входит в натуральный ряд, но это число, по сожалению. Да, единица разделить на ноль. Я хочу сказать, что это не обязательно будет иметь отношение к натуральному ряду. Сильно сомневаюсь. Почему? Единица из натурального ряда. И ноль к единице, правильно? Единица, делённая на ноль, это обозначает бесконечность... А двойка, делённая на ноль, это хорошо будет двойка? Всё, 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 всё. Всё, ещё кто-то хочет содержать для высказки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!